Девушки отдыхают Крымский или Крым-24 Вы сделали правильный выбор Сегодня для вас будут работать Антонина Шитова и Стефан Филатов Ну а мы сразу же переходим к тому Что же для вас приготовили сегодня наши коллеги-журналисты Бумажным деньгам России исполнилось 250 лет С Алия Салямова разбиралась Как за это время изменилась платежная система страны Красивые фотокарточки, креативные съемки И внутренние изменения Как влияют современные фотосессии на их героев Адреналин, риск и опасность Профессиональный каскадер кино раскрыл свои секреты нашему корреспонденту Эксперимент над планетарным климатом 72 года назад впервые в истории был вызван искусственный дождь Предпосылкой к небывалому достижению стал Неожиданный результат рядового опыта Уроки взаимодействия при поисково-спасательных работах 1 ноября в Крыму пройдут масштабные учения Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу Утро нового дня Итак, утро нового дня только начинается А это значит, что на протяжении следующих двух часов Мы будем скрашивать ваше утро, делать его веселым и интересным Стефан, мне кажется, что ни одно утро не может состояться без чашечки кофе И, конечно же, информации Тяжелый для легких Речь идет о воздухе, которым дышат жители столицы Крыма Показатели загрязнения в разных районах Симферополя выше нормы в 2, а то и в 3 раза Специалисты утверждают, всему виной количество транспорта, особенно старого образца В Госдуму даже внесли законопроект об использовании автомобилей с предельным сроком эксплуатации Насколько выхлопы влияют на окружающую среду и жизнь, разбирался Дмитрий Попов Березовес маленький, чтобы ты мог сделать раз 10-12 Александр Бахтиаров спортом занимается всю жизнь В прошлом профессиональный каратист предпочитает площадку в парке имени Гагарина Она удалена от транспортных артерий, а тренировки на чистом воздухе наиболее полезны Тренировка кислорода очень важна Чем кислород холоднее, воздух холоднее, тем легче делать, заниматься И между подходами восстанавливаться Специалисты утверждают, 80% загрязнения воздуха дает именно транспорт За последние 5 лет машин в Крыму стало в 2,5 раза больше Алексей Гутеев отказываться от любимой ласточки не намерит, экономит семейный бюджет Если ехать с семьей в другой город, к морю То получается, что на бензин ты тратишь меньше денег, чем на билет туда и обратно на автобусе Если в 2014 году на человека приходилось 66 килограммов выбросов от автотранспорта за 12 месяцев, то сейчас на 100 больше Главные убийцы чистого воздуха – старые машины Этот автомобиль Opel Vivar 2002 года в 4 раза уступает вот этому автомобилю, который соответствует нормам Евро-5 с наличием всех фильтров и катализаторов Участки с опасной экологической обстановкой занимают 5% столицы Тяжелее всего дышать на улицах, прилегающих к объездным трассам и на кольца По словам экспертов, ситуацию можно считать критической, если по дороге за час проезжает 300 машин Это 5 машин в минуту Давайте посчитаем, мы сейчас находимся в центре Симферополя Раз, два, три, четыре, пять Похоже, мы в опасности Сейчас автомобиль есть у каждого второго жителя Симферополя Ситуацию ухудшает и качество бензина Потенциальный вред из примесей могут представлять собой оксиды азота, которые могут быть причинами онкологических заболеваний А угарный газ – это в принципе общеизвестный токсичный газ, который бьет по самым разным органам Географически Симферополь раскинулся в низине Большую роль в естественном очищении воздуха в городе играет река Салгир Ее называют вентиляционным коридором Кроме того, проветривание обеспечилось строительством домов вдоль воздушных потоков В советские годы тут можно было возводить максимум трехэтажные здания, пятиэтажные в исключительных случаях Эти рекомендации не соблюдаются уже давно Квартиры в домах у реки пользуются спросом Застройщики не упускают возможности заработать Казалось бы, все выигрыши Но воздушный коридор не выполняет свою функцию, как прежде Многие уверены, что с приближением холодов воздух становится чище Но не тут-то было, а падают листья А без зелени рассеивание вредных веществ затрудняется Выхлопы превращаются в смог В относительной безопасности себя могут чувствовать лишь жители спальных районов на возвышенностях Мы сейчас находимся в районе Петровской балки Здесь действительно дышать проще Многие тяжелые вещества остались внизу Кроме того, людям, которые здесь живут, повезло вдвойне Здесь много зелени и рядом водохранилище Ежегодно в Крыму становится на 20 тысяч автомобилей больше В Госдуме предложили запретить использовать авто с предельными сроками эксплуатации Загрязнение воздуха выше предельно допустимых норм в 2-3 раза сокращает среднюю продолжительность жизни на 2 года Медики рекомендуют в выходные не тратить время зря и уезжать за город и там дышать свежим воздухом Сосна Станкевича, так как она выглядит красиво В общем, нам осталось еще метров 50 и вершина Дмитрий Попов, Иван Евдокимов, Новости 24 В Керчи до конца года на линию выйдут автобусы большей вместимости Которые вывели из эксплуатации по вине халатного отношения бывшего руководства предприятия Керч-Гор-Транс Ремонт проведут за счет республиканской субсидии Как восстанавливают машины и сколько времени уходит, чтобы заменить один двигатель Знает Екатерина Рябова Стоимость такого двигателя порядка полутора миллионов рублей Его готовят к установке в автобус, который уже через неделю примет первых пассажиров В боксе предприятия перевозчиков 8 неисправных машин Некоторые из которых стоят тут больше двух лет Это один из 40 автобусов большой вместимости Нефас, приобретенных для города Героя в 2016 году Автобусы были совершенно новыми только с завода Тем не менее, из-за отсутствия необходимого технического обслуживания Этот автобус проработал на линии всего лишь порядка года Вышел из строя двигатель Сейчас сломанное оборудование снято и ждет замены Бывшими руководителями предприятия, которые допустили такую халатность, занимаются правоохранители Чтобы отремонтировать автобусы, власти республики предоставили Керче субсидию в размере 28 миллионов рублей Значительная часть этих средств, порядка 12 миллионов, ушла на приобретение именно двигателей Еще 700 тысяч потратили на другие расходные материалы, без которых полноценная работа техники невозможна Игорь Литвиненко в Керчгуртрансе, четвертый год Признается, раньше автобус мог встать на дороге в любой момент Сейчас таких инцидентов практически не бывает За состоянием подвижного состава следит целый штат специалистов Обязательно, ну это же кормилица, без этого же нельзя Проверяю все перед сменой, перед выходом, при пересмене А уже вечером, уже механики у нас все проверяют, все следят Чтобы наладить работу предприятия, принимались кадровые решения Сменилось руководство, уволены водители, занимавшиеся нелегальными перевозками Распрощались даже с некоторыми сотрудниками технической службы Мы поменяли механиков новых, троих взяли, которые профессионали в своем работе И слесарей поменяли Сегодня, видно, работа с сихими руками сделана Которые отвечают у меня главный механик, грамотный Все девять автобусов должны восстановить уже до конца года Это позволит не только вывезти на линию дополнительный транспорт, но и сформировать резерв А в 2020-м Керчьгортранс намерен приобрести машины средней вместимости И расширить перечень обслуживаемых маршрутов Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь Девять новых лифтов доставили в Симферополь Для установки в многоэтажках Приоритетом будут пользоваться дома, где механизмы не функционируют много лет Подъемники привезли из Москвы О современных устройствах подробнее расскажет Алина Бакланова В доме на улице Балаклавской лифты не работают давно Они не прошли техническую проверку И управляющая компания приняла решение остановить в целях безопасности Алексей Пищухин недавно переехал сюда И уже успел ощутить, что такое ежедневный подъем на шестой этаж Когда с вещами, это тяжеловато было А тут еще пожилые люди живут, которые вообще делали инвалиды Бабушки с костылями, с палочками Если они раз в день и то с трудом поднимаются Лифтам в этом доме больше 20 лет Поэтому многоэтажка вошла в региональную программу По замене подъемников в городах и районах полуострова Первый механизм из новой партии установят здесь 62 новых механизма привезли в Крым из Москвы Они оснащены электроникой, энергосберегающей системой Соответствуют всем современным стандартам Пока кабины, лебедки и контрагрузы находятся в разобранном состоянии Каждая из этих деталей отвечает за слаженную работу всего механизма Поэтому нужно приложить много усилий для того, чтобы качественно собрать их воедино Установка может занять до двух месяцев К монтажу первого лифта приступят уже в ближайшие дни Тендер по онлайн-аукциону выиграл подрядчик из Москвы Ему еще предстоит вникнуть в местные проблемы Люди лифтами не пользовались Соответственно, разобрано, разворовано полностью оборудование Специфика монтажа совершенно иная Потому что при лифтах, которые движутся на данном этапе Кабина переоборудуется в передвижную платформу И соответственно на ходу монтируется лифт Для помощи в непредвиденной ситуации Лифты подключат к единой диспетчерской службе Всю работу держат на контроле Чтобы не допустить скорых поломок и несчастных случаев Система должна работать слаженно и оперативно ЖКХ контроль также подсказывает на такие этапы Как подключить не только установка лифтового оборудования А и дальнейший запуск То есть обучение диспетчеров, людей, которые в дальнейшем будут обслуживать И если случаются какие-то замечания И мы видим, что они существуют То принимаем соответствующие меры В Симферополе останутся 9 лифтов из новой партии Приоритетом пользуются многоэтажки, где подъемники в нерабочем состоянии Своей очереди ожидают еще дома на улицах Первой конной армии и 60 лет октября Договор заключен с источником финансирования бюджет Республики Крым Стоимость договора 142 миллиона рублей Помимо Симферополя 44 лифта планируется заменить Ялта-Алушта 8 единиц Черноморская и 1-2 единицы по остальным районам, где это требуется В 2019-м в Республике ввели в эксплуатацию уже 43 новых лифта Всего к концу года планируют заменить 379 на сумму свыше 800 миллионов рублей Алина Бакланова, Артем Баранов, Руслан Князев, Новости 24 Ты знаешь, Стефан, утро только началось, начало 8-го, а мы уже не спим Редакция новостей не спит и наши коллеги с Радио Крым тоже не спят Не спят, я скажу более даже, они готовы с нами выйти на связь, пообщаться и рассказать, какие же планы, чего сегодня от них ожидать Чего от нас ожидать? Да, чего от нас ожидать, да, прям доброе утро, коллеги Доброе утро, коллеги Как ваше настроение, как началось ваше утро и что сегодня обсуждать? Нормально, наше утро началось с наркотиков, мы их обсуждаем Владимир Путин потребовал вести наказание за пропаганду наркотиков в интернете И сегодня мы разговариваем о том, насколько это нужно, не нужно, действуют, не действуют Как поставить запрет на пути спайсов, как запретить, не допустить продажи этих всяких солей детям и всего остального У нас специалисты в студии, будем разговаривать, будем обсуждать со всех сторон, обсасывать эту тему Ну смотрите, административное наказание уже было давно введено, а теперь интересно, теперь хотят ввести уголовное, не поздно? Главное, чтобы это помогло, а поздно, не поздно, мы давайте не будем рассуждать такими категориями Да, возможно, поздно, да, возможно, это нужно было здесь сделать 10 лет назад Но бюрократическая машина так работает, по-другому не бывает, к сожалению Лучше позже, чем никогда Вот главное, что есть в подвижке все-таки, кроме наркотиков, может, еще какие-то темы интересные сегодня будете обсуждать? Во второй части нашего эфира у нас здесь будет вице-премьер Ирина Кивякова, будем говорить о бюджете У нас так нас будут бросать сегодня от наркотиков, от бюджета Так что вот такие, о чем вы говорите, коллеги? Вы знаете, у нас сегодня тоже планируется очень интересный и, главное, разнообразный эфир У нас сегодня будут и актеры музыкального театра Республики Крым, к нам сегодня придут, расскажут про отопление, ура, все-таки дали отопление Но остальное мы пока что придержим в секрете, не будем сразу выкладывать все карты Вам спасибо за общение, хорошего дня, интересных тем Вам тоже хорошего эфира Да, хорошего эфира, коллеги Я так одним глазом вижу, что за окном уже начинается рассвет На этом мы закончим Спасибо Мы продолжаем брать Вам спасибо Ну а после таких разговоров о новостях и есть еще актуальные новости Конечно же, я говорю о погоде, потому что что же сегодня одевать? Как одеваться, чтобы к вечеру не замерзнуть? Зонт брать или не брать? Вот ты знаешь пример? Я не знаю, но я точно знаю, как узнать Посмотреть наш следующий сюжет Итак, пока что про погоду даже расскажем поподробнее В Симферополе сегодня будет переменная облачность без осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Ночью 5-7 градусов, днем 15-17 В Севастополе картина будет другая Переменная облачность без осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Ночью 5-10 градусов, днем 15-17 Достаточно еще тепло, синоптики обещали, что прохладнее будет Теперь переходим к ЮБК Там будет сегодня ясно, без осадков Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду Ночью 5-10 градусов, днем 16-18 Переходим к Керчи Там сегодня ясно, без осадков Ветер восточный 3-8 метров в секунду Ночью 10, а днем аж до 21 градуса Ну не зря все-таки это ЮБК Армянск облачно с прояснениями Ветер северо-восточный 1 метр в секунду Ночью 7-9 градусов, днем 14-15 Это именно как раз то место, где сегодня будет прохладнее всего Ну а более подробно в следующей рубрике 29 октября 1947 года впервые в истории был вызван искусственный дождь Предпосылкой к открытию послужил ряд опытов американского химика Винсента Шефера Ученый изучал поведение веществ в морозильном шкафу Неожиданный результат дал распыленный в камере углекислый газ Пылеобразное соединение, охлажденное до минус 78 градусов по Цельсию Заставило кристаллизоваться всю влагу из воздуха Похожий результат был достигнут и с юдидом серебра Наблюдение подтолкнуло исследователей попробовать конденсационные свойства реагентов в небе Шефер и пилот-испытатель Кэтрис Телбот поднялись в воздух Из самолета распылили полтора килограмма сухого льда В результате эксперимента посреди жаркого лета над городом прошел снегопад, переходящий в дождь Эксперимент был первым шагом человечества в попытках влиять на погоду Сегодня метод конденсации облаков получил широкое распространение по всему миру Важно отметить полную экологическую безопасность технологии Рядом ученых-климатологов она рассматривается как перспективная для регионов с засушливым климатом Например, конденсация дождевых фронтов над Северным Крымом позволит решить экологические и агропромышленные проблемы области Чаще всего молнии попадают, кстати, наверняка ты не знала, в самые высокие деревья, которые стоят на открытой местности И вот на кадрах, которые сейчас покажутся на вашем экране, как раз вот такая ситуация Последствия молнии ударила в дерево Ну, я хочу сказать, что высокие деревья становятся, конечно, мишенью для молний И, в принципе, я это знала Но я хочу еще заметить, что сухие деревья от удара молнии загораются и могут гореть от нескольких часов до нескольких дней Вроде бы и красивое зрелище, и в то же время ужасающее Ну, кстати, это все наши домыслы На самом деле мы надеемся, что все-таки это вот игры природы, а не кто-то позабавился и вот так вот относится к природе А ты знаешь, Стефан, вообще есть такое поверье, вообще по статистике В древности считали то, что молния чаще всего ударяет в дуб Поэтому если ты будешь на открытой местности, где будет дуб, ты лучше обходи его стороной, потому что мало ли, когда попадет молния Совет отличный, ну а мы движемся дальше В крымской столице состоялось открытие необычной выставки Эта выставка называется «Симферополь, Йошкар-Ола, мост дружбы» И открывается она вот как раз сегодня В рамках этой выставки будет участвовать делегация из одноименного города, из Йошкар-Олы Будут большие делегации И, что интересно, в перспективе такая же выставка откроется в Йошкар-Оле Вообще, ты знаешь, я не поленилась, и на днях, когда появилась эта новость, открыла интернет, посмотрела, как выглядит город Йошкар-Ола И, в принципе, была приятно удивлена Конечно же, есть свои плюсы, есть свои минусы, но город, в принципе, довольно мил Он не очень большой, но он очень яркий Он вобрал в себя, наверное, все краски и все цвета Немножечко похож на европейский, наверное, с какими-то такими, может быть, хотели слезать Но, в принципе, получилось, почему нет, зачем выдумывать велосипед, если он уже существует? Поэтому, если у тебя будет возможность, обязательно съезди в Йошкар-Олу Ну, или хотя бы сходи на выставку Съезжу обязательно А вот для того, чтобы туда попасть, все-таки, я считаю, что нужно знать некоторую информацию Я говорю сейчас, конечно же, о ценах на топливо и курсе валют Итак, сейчас дизельное топливо к сегодняшнему дню Вернее, давайте начнем по порядку с газа все-таки Газ сегодня стоит 22 рубля 86 копеек Цена примерно такая же, как и в последние дни, осталась неизменной Дизельное топливо 50 рублей 30 копеек 92-й бензин 44 рубля 75 копеек Переходим к 95-му, одному из наиболее популярных видов топлива Здесь цена 49 рублей 19 копеек, если меня не ошибает память Немножечко на 5 рублей, если я не ошибаюсь, цена понизилась на 5 копеек Вернее, 98-й бензин 56 рублей 45 копеек Ну и, конечно же, сразу же о курсе валют Все это нужно обсуждать именно с утра, чтобы вы знали эти подробности Сегодня у нас упал евро 70 рублей 83 копейки Ну а доллар 63 рубля 80 копеек 87 Вот такая у нас ситуация на биржевых рынках Кстати, в продолжении темы денег я бы хотела тебе сказать То, что власти Симферополя утвердили список победителей на премию Лучший педагог 2019 года И лучшим учителям, лучшим педагогам полагаются денежные премии В размере 50 тысяч рублей Я тебе даже могу сказать, что утвердили 6 человек И все эти 6 человек получат свои денежные призы Это будет учитель начальных классов, учитель физической культуры Педагог дополнительного образования крымского языка и литературы Крымско-татарского языка и литературы Учитель физики и учитель математики Поэтому как же выгодно работать учителем? Да главное, это не только выгодно, понимаешь, это же интересно И целые династии вырастают В которых поколения целые занимаются именно этим делом А говорю я так с воодушевлением, не просто так Потому что я все-таки тоже преподаватель Правда, представители моего предмета, это английский язык Как мы видим, в список не попали Но надеемся, что в следующем году будут и у них на такие премии, на такие гранты Будут у них все шансы Ну а мы сейчас переходим на улицу Симферополя Где уже с самого утра находится наш мобильный корреспондент Александр Кононов И сейчас узнаем, что же он для нас приготовил Доброе утро, Саш! По техническим причинам с Сашей на связь мы пока что выйти не можем Я уверен, что вскоре он все-таки выйдет с нами на связь и расскажет, что же приготовил Главное, что мы знаем, какая погода Мы можем посмотреть, что у нас сегодня за окном Поэтому надеемся, что Александр у нас включится и все-таки расскажет, как там по ощущениям на улице А пока мы его ждем, сейчас предлагаю вашему вниманию репортаж о фотосессиях, которые приготовили наши корреспонденты Вот, отлично Не замри, сейчас будет два разных плана Люди, еда, пейзажи Тимофей Таран уже более восьми лет смотрит на мир сквозь призму объектива Для него фотография не просто слово или новомодный тренд А способ показать привычные вещи под другим углом Это необычные кадры Возможность экспериментировать, творить, создавать какие-то шедевры Ну, это творчество Яркий макияж и чувственные позы Стилизованная фотосессия расслабляет и погружает в творческую атмосферу Это больше связано с какой-то душевной связью Ты раскрываешься в разных образах, как личности И ты можешь быть и нежной, и злой, и страшной Но при этом это все ты должен сделать красиво и с душой Камера, вспышка, щелчок От одного лишь вида фототехники человек может закрыться или засмущаться Сутулость, опущенная голова, натянутая улыбка То, что в первую очередь портит кадр Часто на снимке мы видим совершенно не тот образ, который наблюдаем в зеркале Чтобы этого избежать, необходимо выполнять несколько рекомендаций Встаньте в полоборота, откройте шею, лицо и улыбнитесь Локации можно выбирать в зависимости от пожелания и цели съемки Холла отелей, заброшенные здания, парки и скверы Одни из самых выигрышных вариантов для фотографии Когда меня фотографируют, я раскрываюсь, мне это очень нравится Я просто как бунтарка какая-то становлюсь, мне это очень нравится А говорят наоборот, зажимает камера У тебя получается другой процесс? Да, у меня это наоборот Люди в жизни такие наглые, да, чересчур А при фотографиях они сильно зажимаются А у меня все наоборот Чувствовать себя в кадре легко, реально Сегодня научиться искусству фотографий и даже позингу можно в специализированных школах, курсах, просторах интернета Это работа творческая, это искусство, это прекрасно, это целый мир Потому что фотографы могут изображать прекрасных людей в том образе, который вам нравится Это продается, это красиво, это мода, это фэшн Радость и печаль, взлеты и падения, праздники и рабочие моменты Фотография останавливает и фиксирует самые ценные моменты жизни Ирина Барилюк, Артем Баранов, утро нового дня Но мы движемся дальше и в нашей студии уже гости Это Эмилия Меметова, солистка Государственного Академического Музыкального Театра Республики Крым И Руслан Барышев, солист Государственного Академического Театра Музыкального Как же приятно и радостно начинать день в такой отличной компании Ну и по традиции, как началось ваше утро, как добрались? Отлично! Я, конечно, люблю поспать, но ради такого случая Ну, творческие люди, наверное, все-таки любят поспать Но я думаю, что в связи с вашей профессией вам не привыкать вставать так рано? Не знаю, я, конечно, встаю попозже, чем мне сегодня пришлось Иногда полезно и приятно выходить из зоны комфорта Поэтому давайте все-таки поговорим о рок-опере Орфей и Вредика Ну, для начала мы бы хотели рассказать о том, что у нас открылся театральный сезон, 65-й, юбилейный Но для нас, для артистов этого театра, работа началась несколько ранее Мы поехали на гастроли в Екатеринбург Эти гастроли организовало Министерство культуры Республики Крым За что мы выражаем большую благодарность и Арине Новосельской за эту возможность Мы повезли, ну, достаточно большие были гастроли на 10 дней Повезли наши самые большие спектакли, скажем так, спектакли-шлягеры Которые уже полюбились нашим зрителям и весьма с большим успехом полюбились они Екатеринбургу Да, ну, это было, наверное, в рамках обмена гастролей Да, вот, поначалу зритель к нам так немножко присматривался, скажем так, да Да, они думали, ну, Симферополь, что интересно они нам привезут А в итоге... Удивили? Удивили Удивили, расположили, полюбили У нас столько там появилось поклонников, ждут, пишут Это отлично, то, что вы умеете удивлять в любом городе, в любое время А скажите, а чем удивляет каждый новый сезон? Вот, например, 65-й, чем он удивляет? Миле Ой, у нас было очень много премьер Вот, например, открыли мы сезон Гала-концерт У нас было два концерта, да И плюс искусство жениться Да, премьера У нас Руслан в главной роли Алла Джон Монкриф роль Вот, и 15 и 24, кажется, числа у нас будет премьера состоится Травиата, опера Долгожданная, насколько я знаю Да, потому что и по городу много афиши Люди говорят Я даже, да, хочу заметить, что это была Это первая опера, которая будет ставиться в Крыму Которая будет на сцене Да, в Эрли Это все очень красиво, серьезно Некоторые сцены показали во втором акте нашего гала-концерта Вот, чтобы подготовить зрителя Немножечко раскрыть Закулисную, скажем так, постановочку Вот Ты был на постановке рок-опере «Орфей и Эвритика» или нет? Вот не был Интересно И мне, я думаю, нашим телезрителям Да, премьера состоялась… В 2017 году В 2017 году Да Вот Это такая трактовка древнего мифа у нас, такая яркая трактовка древнего мифа Вот О любви О любви О славе Да Вот Главный герой, да, Орфей Он все-таки решил, припочет для себя все-таки выбрать славу Он променял, променял любовь Да, променял любовь И в итоге, когда слава растаяла, растаяли все вокруг эти люди И он понял, что он остался абсолютно один То есть без искренней любви и без, собственно говоря, той славы И лишился своего дара Ну, в нашей трактовке это, во всяком случае, так И я очень хочу сказать, чтобы зрители, которые придут на наш спектакль Будут, кстати, 2 ноября, Орфей и Эвритика Чтобы они понимали, что не всегда нас, артистов, главных героев Нужно воспринимать как главные герои Иногда это эмоции, какие-то энергии, чувства Вот у нас есть хороший такой образ, образ Фортуны Ее не слишком можно… Лира слава Правильно, люди это играют? Это люди, конечно, да Но иногда… Как можно сыграть славу? Это, наверное, эмоции В любом случае, этот человек, наверное, играет с… Ну да, ну зритель… Нет, нет, зритель, просто попадая на рукоперу, он понимает, что эта слава, она… Соблазняет она… Ну вот смотрите, существует постановка уже больше двух лет Если с 2017-го уже, ну, около двух лет Что-то на протяжении этих двух лет менялось? Нет, постановка… Нет То есть вы ее просто оттачиваете, но, тем не менее, выходите на репетиции и работаете над этой постановкой Конечно… Наверняка все-таки есть вещи, которые менялись Я говорю о вашей подаче… В нашем внутреннем состоянии отношения к этому, потому что, безусловно, мы каждый день переживаем и происходят какие-то события в жизни, которые нас заставляют уже немножко по другим углом это рассматривать и понимать некоторые вещи Конечно… И, конечно, так становится ярче, интереснее зрителей На самом деле… Но есть отличия, когда вы пришли и только от первой репетиции до последней понимание с каждым днем меняется? Действительно так? Ну, наверняка, ты уже больше расслабляешься и уже больше даешь волю чувствам, эмоциям Потому что первые примеры, конечно, наверное, бывают… Немножко ты так зажат, сконцентрирован немножко… А потом уже, да, уже ты просто наслаждаешься и купаешься Еще хочу сказать, что этой рок-опере уже 42 года и она очень любима всеми поколениями Вот… И она вошла в Книгу рекордов Гиннеса… За… За большое количество… Постановок… По всем… По всем… По всем площадкам театральным Именно… И еще выступления, потому что она… Так что, зритель наш любимый, приходите, не пожалеете… А можно еще такой вопрос? Вы приходили к кому-нибудь на данную постановку? Нет, к сожалению, нет К сожалению, нет Но… Дело в том, что я заметил такую тенденцию, что она довольно редко выбирается Какими-то театрами То есть, она в целом в Питере в основном ее показывают И вот именно рекордное количество там сыгранных… Этого… Это именно рок-оперы сыгранных моментов, да Ну… Ну… Как это сказать… Много раз она там играется на протяжении уже большого количества лет Вот… И что могу сказать, что она актуальна… Написана, кстати, Журбин как композитор Она актуальна и по сей день именно тем фактом, что… Несмотря на то, что там используются некоторые… Скажем так… Временные моменты… Например, пластинки… То, что в то время, в 1975 году было модно… То, что слушали люди на пластинках… Сейчас это уже, конечно, вышло из моды… Но, тем не менее, ты погружаешься в то время и понимаешь, о чем это идет речь Вот мы сделали в этой постановке такое шоу, современное уже Где идет слава не так, как это было представлено в Советском Союзе и в то время А уже на сегодняшний манер и несколько такой даже дискотичный вариант Потому что вот декорации костюмы нас Злата Цирцен сделала И она сделала их немножко в стиле таком аниме То есть она внесла даже какое-то такое вот… Да, такое разнообразие интересное И, кстати, эта рок-опера получила гранд-приз Завоевала на международном фестивале «Боспорские агоны» в 2017 году И там же диплом получила наша Злата Цирцен, которая сделала эти костюмы Да Как за высокое художественное оформление этой работы Ну, еще я хочу сказать, знаете, что эта тема и сейчас актуальна Тут получается, что человек предпочтет? Славу или все-таки останется порядочным человеком, верный своей любви, своим чувствам? Да, это действительно тема, которая никогда, наверное, не потеряет свои актуальности Это было и во времена наших родителей, дедушек и бабушек И, наверное, у наших детей тоже очень часто будут такие споры Что же выбрать? Потому что случается, когда ты стоишь на этом распуте А еще хотелось бы спросить Вы, наверное, заметили, что у нас на площадке работает не один человек и не два человека У нас работает очень большая команда Сосчитать, наверное, мы не сможем, но около 20 человек Сколько ваша команда готовит? Сколько человек примерно готовит один спектакль? У нас очень высокопрофессиональный У нас занята вся, все силы театра заняты, вот в данном случае в рок-опере Орфея Вредитика заняты все Это и наш главный режиссер Владимир Косов, это и дирижер Эльмир Мухтерем, это и Влада Цитцинс, Гацюленко наш, Александр Гацюленко наш главный балетмейстер Зоя Волкова музыкальный хормейстер именно этой рок-оперы, артисты хора все, весь балет, свет, звук, аппаратура Очень высокопрофессиональный коллектив Все, все работы, к сожалению, не все видят зрителей, не всех видят зрителей, но мы постоянно стараемся как-то выразить свое и восхищение, и любовь, и благодарность за то, что эти люди, пошовной цех, в особенности костюмеры Я могу сказать, что это, наверное, одна из моих любимых ролей, Эвредика Я помню, когда мы ставили эту рок-оперу, были такие моменты, что мы с Владимиром Анатольевичем Косовым просто рыдали Там есть момент, когда в конце Орфея приходит, и он только слышит ее голос, а я сижу внизу, и он как бы меня обнимает Ну, пустота, как будто бы дух Он меня чувствует, но мы с ним разговариваем Да, и вот эти, помню, моменты нас с Косовым аж до слез доводили Потрясающе Аж до мурашек, да Так что музыка очень красивая Я думаю, что зритель, если придет, он не пожалеет Многое, что для себя подчеркнет, вынесет Да, безусловно История чувственная, эмоциональная, поучительная, любовь, слава Ну, я, наверное, к вам присоединюсь, уверен, что зритель придет и оценит Приходите, с удовольствием будем ждать всех В новом сезоне, 65-й сезон только начался, еще все самое интересное впереди В каких ролях мы еще вас увидим? Я представлю для вас роли Виолетты в ропере Травиата Вот, 15-го числа Это примерный показ Это пример, да, вот мы сейчас активно трудимся над постановкой Музыка, ну, это классика, Верди Верди, да Да, это очень красиво Тоже у нас прекрасные костюмы Ну, а у нас есть все условия для того, чтобы поставить оперу? Потому что на протяжении всего времени не было опер, а тут, на тебе, 65-й сезон, а не сделать ли нам оперу? А вы знаете, мы всегда делаем как-то вот, берем и делаем, и получается Ну, то есть, до этого надо дорасти или что происходит? Почему? Ну, вот на протяжении всего времени опер не было, а сейчас у нас появилось Ну, опять же, да, мы растем, мы развиваемся, поэтому... У нас сейчас сорвался такой артистический состав, который и имеет консерваторское образование И люди, которые это уже исполняли во время обучения в консерватории, получили уже опыт и уже пришли к этому сами Поэтому, мне кажется, что есть такая возможность Да, ну, я будучи студенткой консерваторией, я исполняла партию Флоры, это подруга Виолетты А вот сейчас у меня такая бы была возможность, да, попробовать себя в роли Виолетты Вот, что еще хотела сказать? Ну, смотрите, каждую неделю у вас... Хотела сказать единственное, что... Ну, вот вы говорите, доросли, да, мы доросли, но есть момент, что акустически немножко у нас зал не рассчитан на оперу Потому что, опять же, оперные театры там... Немножечко по-другому сделан зал так, что звук летит сам по себе Да, и отражает, а ну, мы, конечно, будем себе, наверное, как-то помогать Будем очень за вас переживать, обязательно придем на эту премьеру и так же, как и на все остальные другие премьеры Ну, и хочется отметить, что у нас в гостях сегодня были солисты Государственного академического музыкального театра Республики Крым Эмилия Меметова и Руслан Барышев Но от людей творческих, от людей искусства мы движемся дальше И сейчас узнаем интересные подробности о деньгах Дом за мешок пшеницы или кусок серебра Так начиналась эволюция денег в Древней Руси Потом были монеты разного достоинства А 250 лет назад появились первые бумажные купюры в корне, изменившие платежную систему страны Ассигнации, как таковые, деньгами-то и не являлись Это были всего лишь бумаги, подлежащие размену на монету Лишь полвека спустя российские банкноты стали отдаленно напоминать привычные денежные знаки На них появились государственный герб и лаконичная подпись, первые защитные знаки Они стали приобретать другой вид В них появилось больше цвета, больше краски А также появились портреты великих людей России того времени На купюре номиналом 5 рублей изображен Дмитрий Донской За два с половиной века бумажные деньги неоднократно меняли свой внешний вид, размеры, номиналы и ценность Многие стали частью истории А крымская тематика отдельным полем для творчества банкеров Причем воплощают свои идеи не только в бумажном виде В России часто можно встретить редкие монеты Среди них и та, что была выпущена в декабре 2015 года в количестве тысяч штук Она посвящена Артеку, сделанной из серебра 925-й пробы К сожалению, сегодня такие можно приобрести только у нумизматов за 30 тысяч рублей Среди особо ценных и монета в форме Крыма Правда, не российского образца Она выпущена в Новой Зеландии Ее номинальная стоимость 1 доллар То есть не только наша страна Россия выпускает монеты, посвященные Крыму Среди шедевров полиграфического исполнения купюр и пластиковые банкноты Они были выпущены России к чемпионату мира по футболу Такие платежные знаки в два с половиной раза долговечнее бумажных аналогов Так как не боятся ни воды, ни грязи Вот такие деньги я привезла из командировки из-за границы Они сделаны из полимерной пленки Их можно вмять, можно стирать При этом невозможно порвать И Россия одна из тех стран, которые планируют в ближайшее время перейти на пластиковые купюры При этом Центробанк не планирует ставить крест на бумажных деньгах А наоборот, всячески их улучшает Купюры меняют дизайн и защитные знаки А чтобы отличить настоящие деньги от поддельных Разработано приложение, которое достаточно установить на мобильный телефон С Илья Салямова, Владислав Мошек, Утро нового дня Вы знаете, фантазия людей поражает Ну вот ты представляешь, сколько нужно вложить вообще сил, чтобы сделать такие бумажные купюры Они меняются, они, как уже показалось с Илья Салямова, не рвутся И их постоянно хочется себе в кошелек быстренько положить Самое главное, что на этом-то фантазия не ограничивается Многие умельцы, как один из них на кадрах видео, которое сейчас на ваших экранах Делают отличные, интересные гитары И вот эта конкретная из карандашей, из цветных карандашей Кстати, потратил он их почти полторы тысячи Да, если быть точными, 1200 цветных карандашей И получилась такая гитара Причем я хочу заметить, что это не просто арт-объект Точнее, это кроме того, что арт-объект самый настоящий Это еще и самый настоящий инструмент, на котором можно играть Не просто посмотреть, глаз порадовать свой, но еще и сыграть И я просто ума не мог приложить, сколько же времени на такое понадобилось Месяц всего Да, я тебе расскажу, что ты представляешь Один месяц, 500 долларов, чуть больше тысячи цветных карандашей И ты уже выкладываешь видео в интернет И считаешь свои деньги Отбиваешь тут же свои 500 долларов Потому что просмотров свыше одного, свыше двух и трех миллионов Ну и в принципе, нам тоже стало интересно Вот так, одно простое видео Деньги деньгами, на самом деле, я думаю, что этим человеком все-таки движет творчество Хотелось бы в это верить И мы продолжаем Переходим к следующей новости Новость это следующая Туристического характера Дело в том, что в этом году За промежуток от 1 января и по сегодня Крым посетила наш полуостров почти 7 миллионов туристов Что, конечно же, больше, чем в прошлом году Вообще, это очень приятные новости Я даже хочу заметить, что самый большой туристический поток был в 1988 году Свыше 8 миллионов рублей Человек, турист А я все Ну а за последние пять лет, конечно, самый большой показатель был в прошлом году И в этом году мы его превысили Кстати, такая же статистика была и в предыдущие годы Поэтому стоит ожидать от 2020-го много И также много стоит ожидать от нашего мобильного корреспондента Александра Кононова, который сейчас на улицах Симферополя И уже приготовил кое-что интересное для нас Доброе утро, коллеги! Прямо сейчас я нахожусь в центре города Симферополя На улице Горького Возле одного из самых старых кинотеатров столицы И у меня есть вот такая вот курьезная новость Совсем недавно Гражданина города Симферополя Задержали на краже обогревателя Из помещения одного кинотеатра Вот Что он хотел сказать своим перформансам Пока что неизвестно Но то, что он раскаивается Это уже стало известно сотрудникам полиции А вот по поводу перформанса Возможно, ему настолько понравилась художественная картина Он ей так горячо проникся И этим самым хотел показать свою теплоту к ней А возможно, это был просто, так сказать, жест просьба К коммунальным службам Так сказать, включить наконец-таки тепло в домах Потому что пока что еще холодно Вот Но несмотря на это Сегодня погода невероятно радует И я вот тепло оделся Хотя очень-таки зря Где-то сейчас градусов, наверное, 16-17 по ощущениям Но, как передают синоптики, 15 градусов Так вот По поводу мужчины Мужчина сознался в содеянном И рассказал, что имущество он продал Украденное А на деньги, которые выручил Потратил на свое усмотрение Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде И ему грозит до пяти лет К сожалению До пяти лет тюрьмы Так вот, дорогие друзья Соблюдайте законы И все будет у вас отлично На этом мой стрим подходит к концу Передаю вам слово, коллеги Это, конечно, отличная новость, наверное, с утра И вроде бы и смешно, и тут же грустно Но хотел человек согреться Но стащил он этот обогреватель Но, друзья, не стоит этого делать Наши дорогие телезрители Потому что отопление дали И еще вчера Об этом мы поговорим во втором часе Но согреться можно не только этими способами Согреться можно и занимаясь при этом спортом И здесь есть отличная новость Крымчанин, наш соотечественник Привез серебряную медаль С международного турнира по вольной борьбе Который состоялся в нефтеюганске Вообще я, наверное, мало разбираюсь в спорте Но я очень хорошо разбираюсь в спортсменах Ну этого для девушки уже, наверное, достаточно будет Но я все-таки вернусь к нашему герою К Малику Шаваеву К нашему борцу И вот что интересно Всего ему пришлось Выступить в девяти поединках В восемь из которых Он с уверенностью Восьми из них Он с уверенностью Одержал победу И результаты грандиозные Самое главное Что периодически наши спортсмены Нас радуют Это не так уж редко случается Потрясающая новость Я, конечно же, рада Мы поздравляем наших спортсменов И каждый раз очень искренне радуемся Ну а сейчас переходим к другим новостям интернета Давайте узнаем, что же приготовили для вас наши журналисты Тяжело вставать по утрам? Все время переводите будильник еще на пять минут? Решение элементарное Заведите собаку С таким другом вы точно не проспите Все самое важное И кофе успеете выпить И позитивом зарядитесь на весь день И даже на работу успеете Рецепт счастья простой Добрая волшебница Футбольный мяч И вуаля Толпа довольных ребятишек Готовы прыгать до луны от радости Казалось бы, ничего особенного А так приятно Главная дилемма многих девушек по утрам Встать пораньше и успеть сделать макияж Или подольше поспать Выход есть Китаянки не перестают удивлять Визаж за 10 секунд Реально Быстро А главное красиво И есть чему поучиться Весело летать по просторам Но есть риск остаться без гаджета Не совершайте подобных ошибок Останетесь и без телефона И без красивых снимков Этим любителям экстремальной езды в горной местности Явно повезло с друзьями Еще чуть-чуть и машину без спецтехники не вытащить Легко отделались Хотя, судя по улыбкам героев видео Даже не скажешь, что они испугались Если вдруг вы хотите порадовать себя покупкой новенького телефона Будьте бдительными и остерегайтесь поделок И правда, внешне от оригинала не отличить А вот в цене разница будет ощутимой Ох уж эти мошенники Что может быть лучше пикника на свежем воздухе? Ну и что, если все уменьшено в масштабах? Ведь главное не количество, а качество Да еще и выглядит не только аппетитно, но и красиво Наш эфир продолжается И сейчас мы поговорим об интересных событиях Которые нас уже ожидают совсем скоро А расскажет об этом Дарина Сафонова Главный редактор радио и телевидения ТРК Крым Дарина, что же вы такое расскажете сегодня? Я расскажу о том, что ваша, наша общая программа Утро нового дня Переживает очередной запуск-перезапуск обновления Вы в курсе вообще? Конечно, конечно, это мы интригуем зрителей Ты в курсе? Я, например, не в курсе, поэтому мне крайне интересно Я хочу узнать, что будет нового Что останется из старого От чего отказываться вообще никогда нельзя Начнем с того, каким должно быть утро у нашего Любого человека Вот у вас, у нас, у меня Оно должно быть легким, должно быть позитивным Должно быть, может быть, интересно В какой-то степени Должно быть информативно Вот я включила телевизор Должна узнать последние новости Что там произошло в мире Да, в Крыму у нас Что в городе у нас произошло Я должна зарядиться хорошим настроением Может быть, я должна узнать что-то полезное Да, какой-то лайфхак и так далее Вот, собственно, вот это все и будет Оно и есть, ребята, в вашем, нашем общем Утре нового дня Но что мы решили изменить? Значит, мы решили совместить две вроде бы несовместимые вещи Мы хотим сделать ваше, наше утро более информативным И в то же время более развлекательным Ничего себе Да, казалось бы, несовместимые вещи Ну, спрашивайте меня, как мы это будем делать Ну, во-первых, самый первый вопрос, прежде чем мы разберем, наверное, по полочкам Как мы все это будем делать Я хотела узнать, менялась площадка на протяжении трех-четырех месяцев три раза Да Почему и как? Кто инициатор? Ну, во-первых, вам же понравилось? Конечно Ну, правда же? Я думаю, нашим телезрителям понравилось Они все время, думаю, с удивлением включают телевизор и думают Что же там новенького приготовили наши любимые ведущие? Значит, то на пляже в рамках фестиваля «Экстрим Крым» Ну, правда же, было здорово, сзади было море, вокруг пляж, люди Там, чайки, да, море А, главное, покупаться можно в любой момент? После эфира После эфира, да, да, правда, жарко там было, да, немножко в некоторые моменты Потом мы все переехали на крышу, на 16-этажку Было бы, правда же, было здорово, свежий воздух Ну, конечно, погодные условия такие немножко экстремальные иногда, да, помните, там дождь налетел, векер Было дело, да Да, было дело Но я думаю, наши вот жители Крыма, наши телезрители с удовольствием смотрели вот эту свежую утреннюю картинку Вот эти первые лучи солнца, наверное, падали в первую очередь на вас, на вашу команду, наших ведущих, а потом уже на весь город Потом у нас была чудесная площадка в зимнем саду Напыкса Ну, правда же, всем понравилось? Чудесная, прохладная, свежая Телезрители этого не заметили, что вам там было прохладно, да, это такая тайна, да, наш бэкстейдж, да На самом деле, с виду было, что вы сидите в тропиках, вам тепло, жарко, вокруг там попугай, да, и классно все Вот теперь вы здесь, в антураже музея нашего, да, телевидения Мы рассказываем о том, что мы перешли на цифровое телевидение Вот это вот, как бы, воспоминания о былом, да Вот, то есть это, ну, во-первых, это интересно Это интересно и вам, наверное, и телезрителям Поэтому мы меняли локации И я думаю, что, в общем, зрители оценили, да Я регулярно слежу за рейтингами нашей, нашей общей программы утренного дня Они действительно всегда высокие, они растут, и это радует, правда же? Вот, по поводу вашего первого вопроса, что останется, а что изменится Останется, я надеюсь, такая легкая подача, да Ну, правда, с утра не хочется загружать зрителя И им не хочется загружаться чем-то таким тяжелым, да Не напрягаться не хочется То есть, вот, это будет развлекательная часть Вы будете веселить наших телезрителей, развлекать Будете рассказывать интересные новости Мы будем добавлять туда Вот что еще, да, с чем утро ассоциироваться, с завтраком Мы очень хотим добавить небольшую такую кулинарную рубрику И готовить какие-то легкие завтраки в эфире Главное, чтобы мы их потом пробовали Ну, я думаю, что все попробуем Вот, потом у нас будет такой, знаете, технозавтрак Я надеюсь, что у нас... Это же все планы, правда? То есть, ну, дай бог, чтобы все сложилось А у нас технозавтрак Это мы будем так легко и интересно рассказывать о новинках технических Что там изобрели наши... Ну, это на самом деле очень популярно на сегодняшний день Актуально, поэтому здорово А главное, что все по списку правильно Сначала покушали, а вот потом такие новости Да, потом у нас запланирована, значит, такая рубрика Наш прекрасный корреспондент Александр Кононов Который недавно был у вас на стриме, да, в эфире Мы надеемся, вот он будет задавать забавные вопросы Смешные, может быть, немножко провокационные Нашим прохожим, да, в городе И интересно же, что ему ответят Интересно, что из этого выйдет Да, главное, чтобы... Без последствий Вот А что с информационной точки зрения? Чего мы добавим информативного? Ну, вот вообще, да, несочетаемы немножко жанры Развлекательные и информационные Ну, это очень сложно, конечно, поставить на весы И чтобы это все было ровненько Совместить Грамотно Совместимо Да Вот, это было самое сложное Значит, у нас будет такая, знаете, история Как на федеральных каналах Ну, понятно же, мы подглядываем, да, у коллег учимся Вот, у старших Значит, у нас будет, я надеюсь, что все тоже получится Приходить будет к вам третья ведущая Вот вы представляете, у вас, наконец, появится еще одна коллега Или он, или женщина Она будет рассказывать, или он, новости Она будет связываться с нашими филиалами Как вы знаете, у нас есть филиалы в Керче и в Евпатории Значит, мы будем перекличку с регионами делать Они будут рассказывать о своих там новостях, да, городских О своей... Вот как стримы из Симферополя То же самое будут стримы из Евпатории Они будут рассказывать, там, какая у них погода, на самом деле, как вот по ощущениям Это очень интересно Да, ну, то есть вот этот информационный блок, он будет вроде как в рамках программы Но в то же время немножко отдельно Так делается, да, мы знаем, как приходят экономические обозреватели Спортивные обозреватели рассказывают свои новости Уходят, а развлекательная часть продолжается Дарина, к сожалению, у нас время подходит к концу И даже не к сожалению, потому что всех секретов все-таки раскрывать пока что не стоит Трига останется, да, так что пусть люди смотрят Тригу надо оставить, но я напомню, что у нас в гостях Дарина Сафонова Главный редактор радио и телевидения ТРК Крым Мы движемся дальше и сейчас посмотрим сюжет, репортаж о том О профессии, в которой тоже очень много изменений О каскадерах Адреналин, риск и опасность – это профессия для смельчаков Прыгнуть в ледяную воду с катера на полном ходу На такое решится не каждый Есть женщины в русских селениях Наша героиня – ну точно сестра некрасовских декабристок Она в прямом смысле слова И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит Инна Малышева – универсальный каскадер В ее фильмографии больше 30 проектов Авто и мотогонки, прыжки с высоты, воду и экстремальные скачки на лошадях Этой хрупкой женщине под силу трюки практически любой сложности Поезд шел со скоростью 16 км в час, то есть его нужно было догнать Я была на танкетке, в платье, был скользкий пол на перроне У нас резко, без репетиции, изменили направление поезда в другую сторону Как постановщик трюков сказал, благодаря моей физической форме я ускорила темп и поменяла руки То есть я сделала трюк без проблем С детства легкая атлетика и конный спорт, потом обучение в военно-историческом клубе Первую роль в кино Инна получила в 14 лет Стойка на стремени, обрыв и казачий виз Чтобы исполнить десятки сложнейших элементов на скаку, умения держаться в седле мало Когда-то искусством джигитовки владели только казаки Умения исполнять сложные акробатические трюки верхом на лошади Они использовали не для развлечений, а в бою Сейчас я вам продемонстрирую один из самых распространенных элементов Это свеча Хороший мальчик, давай Иди вперед Перейти на рысь или голоб, встать на дыбы, а если нужно, упасть замертво Чтобы лошадь четко исполняла команды, дрессируют ее с 5 лет Мы их ничем не обкалываем, то есть это именно всегда работа с лошадью Молодец, молодец То есть дается команда всадникам, и лошадь падает вместе со всадником Чтобы во время таких трюков каскадер не получил травму Используют специальное казачье седло в форме подушки А стремена соединяют с кашовкой и фиксируют под брюхом животного Становимся к лошади левым плечом Левую ножку в стреме и потягиваемся на кушкой наверх А потом ровненько перекидываем ножку У Инны собственный табун, 23 скакуна Все они не раз снимались в кино И в эпичных сценах с викингами, и роль верных коней гардемаринов играли Удержаться на такой лошади может даже ребенок Дочь Инны в седле с 3 лет Это ползунок То есть джигитовка, она также приравнивается к акробатическим трюкам на лошади И поперек Конечно, в таких элементах должна быть очень развита физика Каждый трюк преодоления барьера Часто не только физического, но и психологического Именно поэтому в профессии годами работают либо смельчаки, либо авантюристы Татьяна Балыкина, Алексей Семенов Утро нового дня А мы приветствуем всех тех, кто к нам присоединился Мы еще будем вещать целый час Целый час самой полезной и интересной информации Это программы Утро нового дня В студии работают Антони Нашитова и Стефан Филатов Ну а я хочу напомнить, что работаем мы сразу на двух телеканалах Это Крым24, первый Крымский И не будем тянуть, давайте сразу перейдем к тому Что же ожидает вас в течение этих 60 минут Бумажным деньгам России исполнилось 250 лет С Алия Салямова разбиралась, как за это время изменилась платежная система страны Красивые фотокарточки, креативные съемки и внутренние изменения Как влияют современные фотосессии на их героев Адреналин, риск и опасность Профессиональный каскадер кино раскрыл свои секреты нашему корреспонденту Эксперимент над планетарным климатом 72 года назад впервые в истории был вызван искусственный дождь Предпосылкой к небывалому достижению стал неожиданный результат рядового опыта Уроки взаимодействия при поисково-спасательных работах 1 ноября в Крыму пройдут масштабные учения Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу Сюжеты, рубрики и многое-многое другое, как вы уже наверняка успели обратить внимание Мы будем делать ваше утро развлекательным, но и не только, и конечно же информационным Новости Тяжелый для легких, речь идет о воздухе, которым дышат жители столицы Крыма Показатели загрязнения в разных районах Симферополя выше нормы в два, а то и в три раза Специалисты утверждают, всему виной количество транспорта, особенно старого образца В Госдуму даже внесен законопроект об использовании автомобилей с предельным сроком эксплуатации Настолько выхлопы влияют на окружающую среду и жизнь, разбирался Дмитрий Попов Березовес маленький, чтобы ты мог сделать раз 10-12 Александр Бахтиаров спортом занимается всю жизнь В прошлом профессиональный каратист, предпочитает площадку в парке имени Гагарина Она удалена от транспортных артерий, а тренировки на чистом воздухе наиболее полезны Тренировка, кислород очень важен Чем кислород холоднее, воздух холоднее, тем легче делать, заниматься И между подходами восстанавливаться Специалисты утверждают, 80% загрязнения воздуха дает именно транспорт За последние 5 лет машин в Крыму стало в 2,5 раза больше Алексей Гутеев отказываться от любимой «Ласточки» не намерит, экономит семейный бюджет Если ехать с семьей в другой город, к морю, то получается, что на бензин ты тратишь меньше денег, чем на билет туда и обратно на автобусе Если в 2014 году на человека приходилось 66 килограммов выбросов от автотранспорта за 12 месяцев, то сейчас на 100 больше Главные убийцы чистого воздуха – старые машины Этот автомобиль «Опель Вивара» 2002 года в 4 раза уступает вот этому автомобилю, который соответствует нормам Евро-5 С наличием всех фильтров и катализаторов Участки с опасной экологической обстановкой занимают 5% столицы Тяжелее всего дышать на улицах, прилегающих к объездным трассам и на кольцах По словам экспертов, ситуацию можно считать критической, если по дороге за час проезжает 300 машин Это 5 машин в минуту Давайте посчитаем, мы сейчас находимся в центре Симферополя Раз, два, три, четыре, пять Похоже, мы в опасности Сейчас автомобиль есть у каждого второго жителя Симферополя Ситуацию ухудшает и качество бензина Потенциальный вред из примесей могут представлять собой оксиды азота, которые могут быть причинами онкологических заболеваний А угарный газ – это, в принципе, общеизвестный токсичный газ, который бьет по самым разным органам Географически Симферополь раскинулся в низине Большую роль в естественном очищении воздуха в городе играет река Салгир Ее называют вентиляционным коридором Кроме того, проветривание обеспечивалось строительством домов вдоль воздушных потоков В советские годы тут можно было возводить максимум трехэтажные здания, пятиэтажные в исключительных случаях Эти рекомендации не соблюдаются уже давно Квартиры в домах у реки пользуются спросом Застройщики не упускают возможности заработать Казалось бы, все в выигрыше Но воздушный коридор не выполняет свою функцию, как прежде Многие уверены, что с приближением холодов воздух становится чище Но не тут-то было, а падают листья А без зелени рассеивание вредных веществ затрудняется Выхлопы превращаются в смог В относительной безопасности себя могут чувствовать лишь жители спальных районов на возвышенностях Мы сейчас находимся в районе Петровской балки Здесь действительно дышать проще Многие тяжелые вещества остались внизу Кроме того, людям, которые здесь живут, повезло вдвойне Здесь много зелени и рядом водохранилище Ежегодно в Крыму становится на 20 тысяч автомобилей больше В Госдуме предложили запретить использовать авто с предельными сроками эксплуатации Загрязнение воздуха выше предельно допустимых норм в 2-3 раза сокращает среднюю продолжительность жизни на 2 года Медики рекомендуют в выходные не тратить время зря и уезжать за город и там дышать свежим воздухом В Керчи до конца года на линию выйдут автобусы большой вместимости Которые вывели из эксплуатации по вине халатного отношения бывшего руководства предприятия Керчгортранс Ремонт проведут за счет республиканской субсидии Как восстанавливают машины и сколько времени уходит, чтобы заменить один двигатель, знает Екатерина Рябова Стоимость такого двигателя порядка полутора миллионов рублей Его готовят к установке в автобус, который уже через неделю примет первых пассажиров В боксе предприятия перевозчиков 8 неисправных машин, некоторые из которых стоят тут больше двух лет Это один из 40 автобусов большой вместимости НЕФАС, приобретенных для города Героя в 2016 году Автобусы были совершенно новыми только с завода Тем не менее, из-за отсутствия необходимого технического обслуживания Этот автобус проработал на линии всего лишь порядка года Вышел из строя двигатель Сейчас сломанное оборудование снято и ждет замены Бывшими руководителями предприятия, которые допустили такую халатность, занимаются правоохранители Чтобы отремонтировать автобусы, власти республики предоставили Керчи субсидию в размере 28 миллионов рублей Значительная часть этих средств, порядка 12 миллионов, ушла на приобретение именно двигателей Еще 700 тысяч потратили на другие расходные материалы, без которых полноценная работа техники невозможна Игорь Литвиненко в Керчгуртрансе, четвертый год Признается, раньше автобус мог встать на дороге в любой момент Сейчас таких инцидентов практически не бывает За состоянием подвижного состава следит целый штат специалистов Обязательно, это же кормилица, без этого же нельзя Проверяю все перед сменой, перед выходом, при пересмене А уже вечером механики у нас все проверяют, все следят Чтобы наладить работу предприятия, принимались кадровые решения Сменилось руководство, уволены водители, занимавшиеся нелегальными перевозками Распрощались даже с некоторыми сотрудниками технической службы Мы поменяли механиков новых, троих взяли, которые профессионали в своем работе И слесарей поменяли, сегодня, видно, работа с сихими руками сделана Которые отвечают у меня главный механик, грамотный Все девять автобусов должны восстановить уже до конца года Это позволит не только вывести на линию дополнительный транспорт, но и сформировать резерв А в 2020-м Керчьгортранс намерен приобрести машины средней вместимости И расширить перечень обслуживаемых маршрутов Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь Путь к новой сцене Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе В активной стадии строительства Рабочие завершают черновую отделку пятиэтажного здания и кровлю Параллельно специалисты дорабатывают дизайн интерьера Завесу в храм искусства приоткроет наш корреспондент Виолетта Корнейчук Большой и малый зал, десятки цехов Технические для изготовления декораций, костюмов разных эпох и, конечно, кукол Над новыми персонажами будут трудиться художники, столеры, инженеры Таким станет Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе Рабочие уже перешли от фасада к внутренним работам Приступили полностью к вентиляционным работам По дымоудалению у нас остались только некоторые оборудования допоставить А для коммуникации делают специальные отверстия с помощью алмазного бурения Специальный кабель был заказан, это для пожарной сигнализации Этот кабель может быть смонтирована силовая часть, освещение и розеточная часть Также будет смонтирована система СОВЭ, то есть это система управления эвакуацией людьми Дизайнеры разработали несколько вариантов интерьера театра Мраморный пол, кулисы из дорогой ткани и кресла разных оттенков Кроме того, в здании будет необычная комната В этом отделе будет установлено пять атриумов, так называемые стеклянные пирамиды на потолке Они будут освещать помещение естественным путем в любое время года Согласно проекту, здесь будет находиться зимний сад Министерство культуры и республики внимательно следит за строительством Обнаружили некоторые сложности, связанные с несоответствием с проектной и рабочей документацией Для устранения этих замечаний, соответственно, повторно будут пройдены экспертизы, скорее всего Я думаю, что это неповлияет на сроки сдачи объекта в эксплуатацию Здание центра выполнено в двух архитектурных стилях – барокко и неоклассицизм На строительство по федеральной программе выделили один миллиард рублей В 2020 году подрядчик планирует завершить все работы и театр откроет свои двери Виолетта Корнячук, Андрей Заричный, Новости 24 Новостные репортажи подошли к концу, тем не менее, новостная повестка на этом не заканчивается Антонина? Да, она не заканчивается и у меня есть очень интересная новость Я думаю, что все помнят о кадровом крымском проекте «Твое правительство» Вообще заявки собирали до 26 октября, но в связи с тем, что не все успели подать свои заявочки Продлили этот конкурс и теперь можно подать и вообще предложить свою кандидатуру на пост одного из министров до 3 ноября Я хочу заметить, что вообще есть несколько этапов проведения этого конкурса Сначала мы подаем заявки все желающие, ну для этого, конечно же, нужно соблюсти ряд условий, с которыми можно ознакомиться А что за условия? Ну с этими вообще условиями подробно можно ознакомиться на портале правительства Республики Крым Потому что я точно не изучала Ну и дело-то не в этом, дело в том, что информация объемная, большая И, конечно, заканчиваться лучше в индивидуальном порядке, чтобы было удобнее Ну а вообще, я думаю, главное, чтобы у тебя было рвение, чтобы у тебя был потенциал, чтобы ты любил свой крымский полуостров и хотел его, конечно же, развивать, потому что нам здесь жить Если вы задумываетесь о будущем страны, ну давайте, конечно, не о стране, а о Крыме для начала поговорим Если вы задумываетесь о будущем Крыма, хотите на него повлиять, улучшить, у вас есть дельные предложения, дерзайте, все впереди и все возможно Ну а мы переходим к следующей нашей рубрике, сейчас узнаем об интересном событии, которое в этот день произошло в мировой истории 29 октября 1947 года впервые в истории был вызван искусственный дождь Предпосылкой к открытию послужил ряд опытов американского химика Винсента Шефера Ученый изучал поведение веществ в морозильном шкафу Неожиданный результат дал распыленный в камере углекислый газ Пылеобразное соединение, охлажденное до минус 78 градусов по Цельсию, заставило кристаллизоваться всю влагу из воздуха Похожий результат был достигнут и с юдидом серебра Наблюдение подтолкнуло исследователей попробовать конденсационные свойства реагентов в небе Шефер и пилот-испытатель Кэтрис Телбот поднялись в воздух и с самолета распылили полтора килограмма сухого льда В результате эксперимента посреди жаркого лета над городом прошел снегопад, переходящий в дождь Эксперимент был первым шагом человечества в попытках влиять на погоду Сегодня метод конденсации облаков получил широкое распространение по всему миру Важно отметить полную экологическую безопасность технологии Рядом ученых-климатологов она рассматривается как перспективная для регионов с засушливым климатом Например, конденсация дождевых фронтов над Северным Крымом позволит решить экологические и агропромышленные проблемы области Стефан, каждое утро начинается одинаково, ну по крайней мере для меня Я хочу, чтобы для наших зрителей тоже утро начиналось одинаково Я бы хотела сообщить о погоде В Симферополе сегодня будет переменная облачность без осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Днем 15-17 градусов тепла В Севастополе переменная облачность без осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Ночью 5-10 градусов тепла, днем 15-17 На южном берегу Крыма ясно, без осадков И, конечно же, это южный берег Крыма Ветер будет, будет не сильный 7-10 метров в секунду И днем воздух прогреется до 16-18 градусов В Керчи будет ясно, без осадков Ветер восточный 3-8 метров в секунду Днем 19-21 В Армянске облачно с прояснениями Ветер северо-восточный 1 метр в секунду Днем температура воздуха 14-15 градусов Вот такая погода планируется сегодня на Крымском полуострове Поэтому обязательно прогуляйтесь, насладитесь этой погодой Зима не за горами Пока есть возможность, действительно, лучше гулять и наслаждаться погодой Ну и, кстати, я здесь хочу обратить ваше внимание на то, что Все в природе существует такое правило взаимозаменяемое И вот бабье лето от нас уходит Тем не менее, оно придет в наши квартиры Наконец-то там будет тепло Хотя, в принципе, я думаю, что мы не успели замерзнуть Но теперь будем знать, что дома всегда можно согреться И отопительный сезон уже начался в Симферополе И надо отметить, что в социальных объектах Это касается, конечно же, школ и медицинских учреждений Отопительный сезон начался несколько раньше Это произошло уже в середине месяца Но здесь, к этой теме мы еще будем так или иначе возвращаться А пока что настало время узнать, что же расскажет нам сейчас наш мобильный корреспондент Александр Кононов Саша, доброе утро Да, коллеги, я продолжаю Да, коллеги, я продолжаю далее путешествие по городу Симферополю В поисках чего-нибудь интересненького И прямо сейчас заметно, как люди становятся оживленней Люди собираются, спешат постепенно на работу Погода благоволит прогулкам Так вот, хотел бы сказать по поводу того, что все сейчас спешат на работу И мужчины в том же числе И корейские ученые выяснили, что мужчины, которые работают больше Они лысеют быстрее остальных Об этом сообщило одно из известных изданий И исследователи взяли испытуемых, разделили на три группы Одна работала 40 часов, другая группа работала 52 часа А третья группа работала более 52 часов Так вот, они еще подбирали специальную группу, чтобы было семейное положение у них Чтобы возраст совпадал И та группа, которая работала больше 52 часов Как оказалось, стала лысеть гораздо быстрее остальных Эксперты выяснили закономерность Которая возникает в результате стресса на работе Поэтому я настоятельно рекомендую абсолютно всем Ни в коем случае не нервничать, не переживать на работе И зачем это делать? Просто расслабьтесь, работайте, получайте удовольствие от того, что вы делаете На этом, коллеги, у меня все Передаю вам слово Спасибо, Саша, за интересную, актуальную информацию к этому часу Умное стекло, смарт-стекло, электрохромное стекло Это, если вы не поняли, мы движемся дальше И сейчас вам расскажем и даже покажем кое-что интересное Вот такие души, такие душевые и туалетные кабинки Как вы видите сейчас на своих экранах Набирают все большую популярность Да, вообще используются сейчас в архитектуре такие стекла Используются на производстве для изготовления различных конструкций Ну и вообще, в принципе, такое оптическое стекло Это что-то новенькое Наверное, мои родители не поняли Но вы представляете, заходите в номер И хочется сходить уединиться Сходить припудрить носик А твой возлюбленный постоянно за тобой наблюдает А вот и нет, заходишь, закрываешь за собой дверь И стекло тут же, в мгновение ока, становится матовым На самом деле, да, подглядеть за человеком Который находится в таком душе, в такой уборной не получится Но я вот все-таки присоединюсь к твоим родителям Потому что это, конечно, со стороны красиво выглядит Но сам бы я в этом участвовать не стал А если вас такие вещи заинтересовали Вы решили сейчас, может быть, прямо в эту минуту Посетить какой-нибудь элитный, скажем так, отель И вот воспользоваться таким изобретением техники То вам наверняка будет важно знать о курсе на топливо И о курсе валют Какие же сейчас цены Итак, сейчас газ 22 рубля 86 копеек Дизельное топливо чуть-чуть подешевело Сбросило порядка 10 копеек И сегодня его цена составляет 50 рублей 30 копеек 92-й бензин, один из самых распространенных 44 рубля 75 копеек 95-й на 5 рублей дороже 49, 19, 98, 56 рублей и 45 Ну и сразу же без всяких перерывов уходим к курсу валют Доллар сегодня 63 рубля 87 копеек И он чуть-чуть упал Чуть-чуть, но уже приятно, согласитесь Евро 70 рублей 83 копейки И вот точно так же, как и доллар Тоже цена его понизилась Такова у нас история с курсом Ну а мы движемся дальше Я, наверное, хотела бы обсудить такую новость Как раз-таки в плане денег Туристы очень часто выбирают Крым Очень много туристов выбирают Крым И я хочу сказать, что здесь у нас на полуострове Разрабатывают очень интересную стратегию развития туризма Эта стратегия рассчитана на ближайшие, наверное, 10, даже 15 лет До 2035 года Кстати, я обращу внимание наших телезрителей Что эта стратегия будет продумывать всю ситуацию Вплоть до 3035 года Тем не менее, разработана она будет уже до конца 20-го Ну ты представляешь, сколько людей должны будут работать Для того, чтобы создать такую сложную схему Нужно будет проработать все цены Нужно будет проработать все механизмы Ведь в планах построить отели Запустить очень много туристических новых каких-то развлечений В общем, это очень сложно, я считаю Это сложно, но это актуально Это развитие, куда же без него Всегда только развиваться, только вперед И тем более, что у Крымского полуострова большой потенциал, огромный потенциал И людей, как мы уже говорили ранее, едет больше Да, едут, а почему они сюда едут? Я думаю, что есть... Вот это интересный вопрос Я сама задаю вопрос и тут же сама отвечаю Не знаю, я, может быть, соревнуюсь в своем астроумии Но едут люди сюда, наверное, по нескольким причинам По крайней мере, как это говорили мои друзья Это отдых, море, это, конечно же, чистый воздух И второе, это погодные условия И очень важный момент, третий Здесь всегда есть где пофотографироваться Сырные скалы, горы, потрясающие объекты, каньоны Море, в конце концов Ты, кстати, вот на всех этих местах фотографировалась? Я фотографировалась, но фотографировалась не по правилам Я знаю, что есть правила фотосессии, о которых нам может поподробнее рассказать Ирина Борелек Вот, отлично Не замри, сейчас будет два разных плана Люди, еда, пейзажи Тимофей Таран уже более восьми лет смотрит на мир сквозь призму объектива Для него фотография не просто слово или новомодный тренд А способ показать привычные вещи по другим углам Ну, это необычные кадры Возможность экспериментировать Творить Создавать какие-то шедевры Ну, это творчество Яркий макияж и чувственные позы Стилизованная фотосессия расслабляет и погружает в творческую атмосферу Это больше связано с какой-то душевной связью Ты раскрываешься как в разных образах, как личности И ты можешь быть и нежной, и злой, и страшной Но при этом это все ты должен сделать красиво и с душой Камера, вспышка, щелчок От одного лишь вида фототехники человек может закрыться или засмущаться Сутулость, опущенная голова, натянутая улыбка То, что в первую очередь портит кадр Часто на снимке мы видим совершенно не тот образ, который наблюдаем в зеркале Чтобы этого избежать, необходимо выполнять несколько рекомендаций Встаньте в полоборота, откройте шею, лицо и улыбнитесь Локации можно выбирать в зависимости от пожелания и цели съемки Холла отелей, заброшенные здания, парки и скверы Одни из самых выигрышных вариантов для фотографии Когда меня фотографируют, я раскрываюсь Мне это очень нравится Я просто как бунтарка какая-то становлюсь Мне это очень нравится А говорят наоборот, зажимает камера У тебя получается другой процесс Да, у меня это наоборот Люди в жизни такие наглые, а при фотографиях они сильно зажимаются У меня все наоборот Чувствовать себя в кадре легко, реально Сегодня научиться искусству фотографий и даже позингу Можно в специализированных школах, курсах, просторах интернета Это работа творческая, это искусство, это прекрасно, это целый мир Потому что фотографы могут изображать прекрасных людей в том образе, который вам нравится Это продается, это красиво, это мода, это фэшн Радость и печаль, взлеты и падения, праздники и рабочие моменты Фотография останавливает и фиксирует самые ценные моменты жизни Ирина Борилюк, Артем Баранов, утро нового дня И сразу же от фотосессии передвигаемся к учениям Которые будут проведены вскоре с сотрудниками МЧС, МВД Ну и более подробно нам сейчас об этом всем расскажет наш гость Который уже в студии, Роман Щедрин, волонтер Лиза Алерт Доброе утро, Роман Доброе утро Как началось ваше утро? Отлично, очень рано и долгая дорога к вам Вам, наверное, не привыкать в такую рань вставать В принципе, да, у нас поиски зачастую бывают в основном ночные Так что ночная дорога для нас это нормально Хорошо, давайте более подробно поговорим о мероприятии, которые у вас уже на днях В районе Мраморной пещеры у нас состоится 1 числа совместное учение с МЧС, Следственный комитет и МВД России Кого искать будете? Ну, по легенде будет 2 человека, которые потерялись в лесу Больше легенды нам особо не дают, потому что это для нас будет тоже новость, неожиданно Учения должны будут быть приближены, максимально приближены к настоящему условию Ну, смотрите, можно узнать вообще, как вы работаете сейчас? Вы работаете все по отдельности Я так понимаю, что сейчас будет первая практика совместных учений, совместных поисков Сейчас каждый занимается поисками отдельно, вы не сотрудничаете, так получается? Ну, на данный момент у нас уже есть совместные наработки Например, со Следственным комитетом вообще очень отлично сотрудничаем Это, наверное, первая структура, с которой мы стали плодотворно сотрудничать Но в таком ключе, в таком формате, максимально все, мы еще ни разу не проводили учения Это будет первый раз для нас А какой алгоритм поиска у вас, у вашего поискового отряда? Как вы работаете? Ну, смотрите, вот, к примеру, потерялся человек, звонят на горячую линию родственники Сообщают о том, что он пропал, дальше эту заявку передают уже непосредственно к нам в Крым Если это в Крыму произошло Дальше девочки-инфорги обзванивают, задают кучу вопросов, которые нужны уже нам Родителям? Да, или родственникам И уже тогда, на этой стадии, принимается решение, будет ли активный выезд, либо же это перейдет в инфопоиск И если есть активный выезд, уже тогда в чатах у нас собираются люди Те, кто на машинах едут, они просто пишут количество мест свободных Те, кто пешком, они договариваются, мы собираем и едем То есть, для меня все равно непонятно Вот кого вы чаще ищите? Взрослые, дети? Кто чаще теряется? Кто уходит? К сожалению, на данный момент, большее количество потерявшихся, это люди пожилого возраста Потому что у них присутствуют, к сожалению, некоторые умственные расстройства, которые обостряются и весной, и осенью И они, наверное, самые незащищенные на данный момент, если не считая детей, люди Потому что, ну, деменция, потеря памяти, дезориентация в пространстве и все К сожалению, в городе на таких людей очень редко обращают внимание А как часто вот такие ситуации происходят? Очень часто, у нас недавно была ситуация в Красноперекопске Ну, к сожалению Как все разрешилось? Расскажите подробно Печально, я не могу подробности поиска вам рассказывать, потому что это, ну, наше отрядное правило Но могу сказать, что поступила заявка, к сожалению, поздно, буквально там через два дня после пропажи И мы выехали, мы искали, к сожалению, по горячим следам мы не нашли, но потом нам сообщили, что нашли погибших А вот как быть людям, родственникам, когда человек пропал? Что им делать? Как найти ваши контакты? Как к вам обратиться? Наши контакты можно найти либо в социальных сетях, в ВКонтакте есть группа, либо же номер телефона горячей линии Я думаю, что его вообще должны все запомнить 8 800 754 52 Это бесплатная горячая линия по всей России и там подскажут, что делать, куда звонить, обязательно подавать заявление в полицию И, конечно, не медлить Если у вас ребенок не пришел в школу, то звоните лучше сразу Лучше мы потратим свои ресурсы, свои, грубо говоря, финансы на бензин, поедем и потом нас развернут скажут, что все нормально, чем доведет до трагического случая Ну вот смотрите, все равно немножечко непонятна ситуация Вот ребенок, звонит родитель, что у него потерялся малыш Ну совершенно непонятно, куда может пойти ребенок В лес, куда он может пойти, к друзьям То есть вроде бы такие точки, по которым он может сам отправиться То есть это друзья, родители, в школу где-то погулять, родители и сами проедут А как понять, куда он ушел? Как вы это делаете? Это какой-то, ну, дар особенный? Ну, нет, дара никакого нет, это на самом деле большая наработка отряда Отряд существует уже около 9 лет, и поэтому много случаев было И опыт у нас огромный, мы делимся друг с другом этим опытом Если, получается, у нас есть разные категории, есть дети, есть подростки, есть уже более старшие люди И вот, если что касается детей, там, конечно, все опросники, что именно Возможно, у ребенка есть какие-то заболевания Возможно, ребенок просто, там, ушел куда-то, куда ему было интересно То есть он чем-то увлекается, вот ему что-то интересное, и в этом районе что-то есть Если это подросток, это более тяжелый случай К сожалению, у подростков начинается переходный период, и здесь уже совсем все очень тяжело Трудно проследить логику, да? Да, для нас это считается очень тяжелые поиски, потому что и друзья бывают, скрывают, что он где-то у них находится И многие другие ситуации, которые нам приходится отрабатывать и прорабатывать Ну хорошо, смотрите, ваша технология нам понятна Потерялся ребенок, позвонили, вы его попробовали найти, и, конечно же, если это все очень хорошо закончилось, ну, потрясающе Как вы сейчас хотите сотрудничать? Как вы хотите, ну, вместе со следкомом, МВД, с МЧС? Именно на этом учении, да? Да, как вы будете на этом учении, и как в дальнейшем будет происходить? Работа, наверное, немножечко поменяется? Ну, основные задачи на учениях — это совместно наработать совместную работу, грубо говоря Это будет штаб, в котором непосредственно будут все представители, и мы будем отрабатывать примерно по тому, что мы знаем, куда человек мог пойти У нас в лесном поиске изначально работа ведется на отклик, то есть мы даем шанс тому, что человек в течение определенного времени в любом случае еще живой И он может откликнуться, если нет других условий И в таком случае мы работаем по линейным ориентирам, выходят группы в лес и начинают уже работу на отклик При этом мы договорились, что у нас будут совместные группы, то есть и будут члены отряда, и члены МЧС, и других ведомств совместно будут выходить в лес Ну, там уже будем учиться, а в штабе уже, конечно, будет более плодотворная работа Роман, правильно я понимаю, что главная цель этих учений — это продемонстрировать наработанные навыки и обмен опытом? Да, безусловно, и научиться вместе содействовать Содействие, наверное, все-таки сверху всего стоит, надо всем, в первую очередь Роман, я вот уверен, что наверняка наши телезрители уже заинтересовались вот такими поступками волонтеров И наверняка не исключено, что кто-либо захочет к вам присоединиться Вот если человек хочет к вам присоединиться, какие шаги ему нужно предпринять? Либо же найти нас в ВКонтакте, группа Лиза Алерт Крым, это, наверное, самый простой доступ Или же позвонить по номеру 8 800 754 52 Ограничения какие-то есть? Да, с 18 лет, у нас ребята ходят на поиск с 18 лет, дальше ограничений никаких нет То есть работа для людей найдется разная Если человек не может ходить, ему тяжело, то он вполне может дома отвечать на звонки, либо прозванивать Ну, смотрите, наверное, тоже должны быть какие-то учения для тех волонтеров, которые пришли Они же не могут прийти и сразу же... Прошу прощения, время нашего эфира, нашего диалога, вернее, подходит к концу нашим телезрителям Я хочу напомнить, что в гостях у нас был Роман Щедрин, волонтер Лиза Алерт Который будет принимать участие всем своим отрядом в масштабном поисковом учении Но, Роман, вас пока что мы отпустить не можем Я предлагаю пройтись в нашу фотозону, сделать памятный снимок Да, это наша фотозона, поэтому отмечайте нас на фотографиях А сейчас... Давайте вас в центр, вы у нас гость сегодня Смотрим прямо в камеру и говорим цифра Раз, два, три... Цифра! Цифра! Дом за мешок пшеницы или кусок серебра Так начиналась эволюция денег в Древней Руси Потом были монеты разного достоинства А 250 лет назад появились первые бумажные купюры В корне, изменившие платежную систему страны Ассигнации, как таковые, деньгами-то и не являлись Это были всего лишь бумаги, подлежащие размену на монету Лишь полвека спустя российские банкноты стали отдаленно напоминать привычные денежные знаки На них появились государственный герб и лаконичная подпись Первые защитные знаки Они стали приобретать другой вид В них появилось больше цвета, больше краски А также появились портреты великих людей России того времени На купюре номиналом 5 рублей изображен Дмитрий Донской За два с половиной века бумажные деньги неоднократно меняли свой внешний вид, размеры, номиналы и ценность Многие стали частью истории А крымская тематика – отдельным полем для творчества банкеров Причем воплощают свои идеи не только в бумажном виде В России часто можно встретить редкие монеты Среди них и та, что была выпущена в декабре 2015 года в количестве тысяч штук Она посвящена Артеку, сделанная из серебра 925-й пробы К сожалению, сегодня такие можно приобрести только у нумизматов за 30 тысяч рублей Среди особо ценных и монета в форме Крыма Правда, не российского образца Она выпущена в Новой Зеландии Ее номинальная стоимость – 1 доллар То есть не только наша страна Россия выпускает монеты, посвященные Крыму Среди шедевров – полиграфического исполнения купюр и пластиковые банкноты Они были выпущены России к чемпионату мира по футболу Такие платежные знаки в 2,5 раза долговечнее бумажных аналогов Так как не боятся ни воды, ни грязи Вот такие деньги я привезла из командировки из-за границы Они сделаны из полимерной пленки Их можно вмять, можно стирать При этом невозможно порвать И Россия – одна из тех стран, которые планируют в ближайшее время перейти на пластиковые купюры При этом Центробанк не планирует ставить крест на бумажных деньгах А наоборот, всячески их улучшает Купюры меняют дизайн и защитные знаки А чтобы отличить настоящие деньги от поддельных Разработано приложение, которое достаточно установить на мобильный телефон С Илья Салямова, Владислав Мошек, Утро нового дня Ну, честно сказать, Саля удивила А точнее, удивили те купюры, которые она нам продемонстрировала Мне, наверное, хотелось бы в своем кошелечке иметь каждую Не обязательно их тратить, но, так скажем, для коллекции иметь хотелось бы Ну и плюс еще мне понравился момент, что гаджеты настолько вообще просто популярны Сфотографировал, установил приложение, и ты уже знаешь, обманули тебя или нет Настоящую купюру тебе дали или нет А удивительно, не только в деньгах, не только в наших сюжетах, которые только что посмотрели Удивительная история произошла с девушкой Фотографии вы как раз сейчас можете наблюдать на своих экранах Девушка заказала через интернет яйцо экзотической птицы И даже не могла поверить, даже не думала, что что-то может из этого вылупиться Да, но тем не менее, несмотря на то, что она совершенно не ожидала Все равно поместила в яйцо в инкубатор и ждала, ждала, надеялась и чудо свершилось Вылупился маленький птенец, просто чудо, главное, чтобы этот маленький птенец потом не превратился в огромного динозавра А превратиться, потому что это по всей вероятности, по всей видимости, это страус И рано или поздно все-таки он будет не просто большим, он будет огромным Ну подожди, я знаю то, что страусы, ну их еще никто не одомашнивал Действительно, и возможно эта девушка как раз станет первым человеком, первым в мире, кто завел себе такое вот диковинное домашнее животное Слушай, очень выгодно Вообще я знаю то, что такие экзотические животные сейчас пользуются спросом Это ламы, альпаки различные, некоторые даже покупают, ну такие богатенькие и держат у себя дома Поэтому в принципе, может быть и страус тоже приживется Альпака как домашнее животное, это очень интересно Ну по крайней мере у этой девушки никогда не будет проблем, что же приготовить на завтрак Конечно же это будет омлет Омлет кушают ли с утра те, кто занимаются цирком, те, кто выступают в цирке Вот трудный вопрос Мне, кстати, было бы интересно узнать, чем вообще такие люди питаются Особенно гимнасты и акробаты, потому что делают ведь невообразимые вещи А заговорил я сейчас о цирке неспроста Потому что ялтинский образцовый цирк «Парад надежд» И представительница Диана Зубкова заняла первое место во Всероссийском фестивале детских любительских коллективов Ну видишь, Стефан, у тебя теперь есть возможность связаться с этой девчонкой, с нашей потрясающей И узнать, что же она там ест на завтрак Причем я, кстати, хочу отметить, что в конкурсе Вообще этот конкурс был посвящен 100-летию российского цирка И принимало участие очень много людей Поступило больше 70 заявок Это было 78, если я не ошибаюсь, точное число И было 24 цирковых коллектива Ты представляешь, каждый индивидуально исполнял свой номер И наша жительница Крымского полуострова победила всех, обыграла Вот в таких вот неимоверно сложных условиях Потому что много претендентов, много конкурентов В такой ожесточенной борьбе Ялтинка, Крымчанка, первое место Я, конечно, повторяюсь за тобой, но мне хочется это лишний раз сказать Чтобы просто показать вам, донести того, что нам есть чем гордиться И, возможно, о предмете еще одной гордости Расскажет нам сейчас наш мобильный корреспондент Александр Кононов Который с самого утра прогуливается по улицам крымской столицы Доброе утро, Саша Да, коллеги, и при помощи дорожной ситуации Мобильный корреспондент превращается в автомобильного корреспондента Прямо сейчас я езжу по дорогам города Симферополя И инспектирую их на наличие пробок Пока что хотелось бы сказать, что движение довольно-таки умеренное На часах сейчас 8.40 И в это время дороги не так сильно загружены Как вообще до этого показывал мне навигатор Но в любом случае я настоятельно рекомендую использовать мобильное приложение Для обходных путей Специально для того, чтобы вовремя добираться на работу Сейчас мы двигаемся по улице Севастопольской И Севастопольская, в принципе, вообще свободна Вот вы можете обратить внимание сейчас Но есть единственная проблема Это парковки И, к сожалению, пока что такая проблема не решена А вот в аэропорту города Симферополя Над этой проблемой уже работают лучшие умы И буквально через какие-то, как говорится, несколько мгновений Построят новые рулежные дорожки И будет расширен перрон На третьем этапе развития аэропорта Будет построен участок, который позволит вмещать Еще на 8 мест больше Что, естественно, улучшит пассажиропоток И будет намного комфортнее И как взлетать самолетом, так и парковаться И все же я еще хотел бы призвать водителей В случае какой-нибудь чрезвычайной ситуации Помогать друг другу Вот как, например, в Симферопольском районе Оказали помощь мужчине, который полез на дерево Для того, чтобы собрать орехи И упал с трехметровой высоты К счастью, особо мужчина не пострадал И был своевременно доставлен в больницу На этом я желаю всем добра Позитива И передаю вам слово коллеге Теперь и мы знаем ситуацию на дорогах крымской столицы Спасибо тебе, Саша, за это Но мы движемся дальше И возвращаемся, куда бы вы подумали Опять в Ялту Сербский архитектор с мировым именем Петр Петров Побывал в Ялте Кстати, сейчас даже он там находится И пришел он к интересным выводам Ялта нуждается, по его мнению В создании новых зон притяжения Новых таких визитных карточек И тогда рекорды по посещению полуострова туристами Будут расти, расти и расти Но вообще я знаю то, что действительно Арт-объекты всегда притягивают внимание По практике туристических городов Очень хорошо, наверное, вписываются Это различные фотозоны И, в принципе, здесь даже граффитисты Художники уличные могут применить свое мастерство Но архитектор сербский пошел дальше И здесь речь идет совершенно не о таких простых вещах О, не таких простых вещах Не какие-то арт-объекты Он предложил построить действительно Очень серьезные постройки Возвести Где будет находиться бассейн открытый Бассейн закрытый То есть это летний и зимний вариант Просчитал все это Очень быстро, находясь на набережной Прогуливаясь тут же все просчитал Предложил, сказал Все поместится И даже гостиницу можно построить И мы его словам будем верить Возможно, уже вскоре увидим, как изменилась Ялта Ну а пока что Давайте перейдем к новостям интернета И узнаем, что же интересного сейчас происходит во всем мире Тяжело вставать по утрам Все время переводите будильник еще на 5 минут Решение элементарное Заведите собаку С таким другом вы точно не проспите Все самое важное И кофе успеете выпить И позитивом зарядитесь на весь день И даже на работу успеете Рецепт счастья простой Добрая волшебница Футбольный мяч И вуаля Толпа довольных ребятишек Готовы прыгать до луны от радости Казалось бы, ничего особенного А так приятно Главная дилемма многих девушек по утрам Встать пораньше и успеть сделать макияж Или подольше поспать Выход есть Китаянки не перестают удивлять Визаж за 10 секунд реально Быстро, а главное красиво Есть чему поучиться Весело летать по просторам Но есть риск остаться без гаджета Не совершайте подобных ошибок Останетесь и без телефона И без красивых снимков Этим любителям экстремальной езды В горной местности Явно повезло с друзьями Еще чуть-чуть и машину без спецтехники Не вытащить Легко отделались Хотя, судя по улыбкам героев видео Даже не скажешь, что они испугались Если вдруг вы хотите порадовать себя Покупкой новенького телефона Будьте бдительными И остерегайтесь поделок И правда, внешне от оригинала не отличить А вот в цене разница будет ощутимой Ох уж эти мошенники Что может быть лучше пикника на свежем воздухе? Ну и что, если все уменьшено в масштабах? Ведь главное не количество, а качество Да еще и выглядит не только аппетитно, но и красиво Ну а сейчас, как мы и обещали в самом начале нашего эфира Настало самое лучшее время для того, чтобы поговорить Об особенностях отопительного сезона Расскажет нам об этом Алексей Калистратов Заместитель начальника департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя Доброе утро Доброе, теплое, главное утро Потому что нам подключили отопление Слава богу, мы старались Мы решили, что есть законодательные нормы о том, что температура должна быть среднедневная Меньше 8 градусов в течение 5 дней Для южных регионов, как Крым, это, наверное, нереально нам дождаться такой радости Поэтому мы решили с понедельника гражданам включить отопление, проживающим в МКД Ранее мы включили уже в социальных объектах Это в школах, садах, больницах, ну и других объектах Соскульбы Они уже с теплом, правда некоторые отказывались Ввиду того, что погода хорошая на улице Некоторые больницы попросили подождать, повременить подачу теплоносителя Потому что, когда в палатах жарко, ну люди с определенными заболеваниями Им тоже тяжело приходится Поэтому мы вот так вот лавировали между хорошей погодой и желанием граждан жить в тепле Ну с понедельника мы подключили все МКД без исключения К концу недели во всех домах Если не случится каких-то непредвиденных аварийных ситуаций Которые, к сожалению, происходят Я думаю, что будет тепло Алексей Александрович, процесс этот подключения отопления Всегда масштабный, всегда он затратный Где-то ремонты проводятся, где-то капремонты Как в этом году все прошло? Ну есть такое понятие, как подготовка к ОЗП Она проходит, ну она начинается сразу после того, как заканчивается предыдущий отопительный сезон Когда видны все нюансы, все огрехи, которые были Все начнут работать над тем, чтобы привести в нормативное состояние Провести ремонт, капремонт сетей Для того, чтобы к отопительному сезону подойти со стопроцентной готовностью И можно было беспрепятственно с началом холодов Или с решением муниципальных властей о начале отопительного сезона Подавать теплоноситель В этом году теплокоммунэнерго, наши управляющие компании Проделали большую работу по ремонту, по инспекции сетей Я думаю, что каких-то глобальных проблем не возникнет Но, конечно, главная проблема наших сетей, это их изношенность Некоторые там изношены более чем на 60% Поэтому, конечно же, я думаю, что и в этом году будут возникать аварийные ситуации Но к этому все теплоподающие компании и управляющие компании, по нашим данным, готовы Я думаю, что это будет устраняться все оперативно Ну, а вообще, много было проблем выявлено, если по сравнению с прошлым годом и еще с позапрошлым годом? Знаете, мы находимся в составе Российской Федерации уже более 4 лет И каждый год подготовка к отопительному сезону совершенствуется Первое время, конечно, из-за разности законодательства, из-за разности подходов Первые годы, конечно, не совсем еще понимали, как это делать Не совсем знали, как это делать Сейчас уже рука набита, так сказать Все уже идут по проторенному пути Поэтому и проблем меньше, но и подход более качественный Поэтому более масштабные мероприятия То есть и промывка, ну, есть некоторые этапы Надо промыть систему, чтобы там ушла вся грязь, которая есть А прессовать, чтобы она была, не было утечки воды, чтобы нормальное давление было Все это проходит уже сейчас на более профессиональном уровне И мы уже исключаем формальный подход То есть, как, возможно, при Украине и в начале нашего нелегкого пути Просто писались бумаги, а по сути ничего не делалось Теперь уже, конечно, такого нет Уже все, что положено по регламентным работам, все делается Работников хватает? То есть на вызов всегда оперативно приезжают, устраняют различные проблемы? Ну, работников, как всегда, не хватает Но выходит из этого положения, обходимся тем количеством работников, что есть Управляющие компании, в принципе, аварийные службы укомплектованы И техникой, и работниками, и теплокоммунэнерго тоже укомплектованы В этом году они хорошо подготовились Спасибо руководству этой организации Поэтому думаю, что все, дай бог, чтобы их было поменьше Но все, что будет происходить, будет оперативно устраняться Можно ли утверждать, что на данный момент в Симферополе 100% домов, учреждений подключены к отоплению? Ну, это наша задача, наша цель Ну, и мы, естественно, стараемся К отоплению подключены 100% домов, которые имеют централизованное отопление 100% учреждений, естественно, могут, я же говорю, возникнуть какие-то аварийные ситуации Ну, с ними тоже уже есть алгоритмы их устранения Есть понимание, есть опыт у людей, которые работают Поэтому все будет происходить достаточно оперативно Вот это самое главное, прошу прощения Вынужден вас перевизить, тебя тоже Дело в том, что время нашей беседы ограничено Мы уже подходим к концу Нашим телезрителям хочу напомнить о том, что сегодня у нас о проблемах А точнее не проблемах, а об успехах подключения отопления Рассказывал Алексей Калистратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя Ну, а мы движемся дальше И сейчас посмотрим сюжет о гаскадерах Адреналин, риск и опасность Это профессия для смельчаков Прыгнуть в ледяную воду с катера на полном ходу На такое решится не каждый Есть женщины в русских селениях Наша героиня, ну точно сестра некрасовских декабристок Она в прямом смысле слова И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит Инна Малышева универсальный каскадер В ее фильмографии больше 30 проектов Авто и мотогонки, прыжки с высоты, в воду и экстремальные скачки на лошадях Этой хрупкой женщине под силу трюки практически любой сложности Поезд шел со скоростью 16 метров в час, то есть его нужно было догнать Я была на танкетке в платье, был скользкий пол на перроне У нас резко, без репетиции, изменили направление поезда в другую сторону Как постановщик трюков сказал, благодаря моей физической форме я ускорила темп И поменяла руки, то есть я сделала трюк без проблем С детства легкая атлетика и конный спорт, потом обучение в военно-историческом клубе Первую роль в кино Инна получила в 14 лет Стойка на стремени, обрыв и казачий виз Чтобы исполнить десятки сложнейших элементов на скаку, умения держаться в седле мало Когда-то искусством джигитовки владели только казаки Умения исполняют сложные акробатические трюки верхом на лошади Они использовали не для развлечений, а в бою Сейчас я вам продемонстрирую один из самых распространенных элементов Это свеча Хороший мальчик, давай Иди, вперед Ап! Перейти на рысь или голоб, встать на дыбы, а если нужно, упасть замертво Чтобы лошадь четко исполняла команды, дрессируют ее с 5 лет Мы их ничем не обкалываем, то есть это именно всегда работа с лошадью Молодец, молодец То есть дается команда всадникам, и лошадь падает вместе со всадником Чтобы во время таких трюков каскадер не получил травму, используют специальное казачье седло в форме подушки А стремина соединяют с кашовкой и фиксируют под брюхом животного Становимся к лошади левым плечом Левую ножку в стреме И потягиваемся макушкой наверх А потом ровненько перекидываем ножку У Инны собственный табун, 23 скакуна Все они не раз снимались в кино И в эпичных сценах с викингами И роль верных коней гардемаринов играли Удержаться на такой лошади может даже ребенок Дочь Инны в седле с трех лет Это ползунок То есть джигитовка, она также приравнивается к акробатическим трюкам на лошади И поперек Конечно, в таких элементах должна быть очень развита физика Каждый трюк – преодоление барьера Часто не только физического, но и психологического Именно поэтому в профессии годами работают либо смельчаки, либо авантюристы Татьяна Балыкина, Алексей Семенов Утро нового дня На часах почти девять И работа в нашей редакции идет полным ходом На связи с нами уже новостная студия Крым-24 Коллеги Доброе утро, коллеги Расскажите, что же у вас на повестке дня? Доброе утро, ребята Хочу сказать, что в пяти регионах Крыма сегодня пройдут конкурсы на замещение должностей глав администрации Это Белогорск, Раздольнинский, Нижнегорский и Черноморские районы А из Керчи будет идти прямая трансляция в эфире телеканала Крым-24 Кроме того, мы расскажем о самом интересном, что будет происходить на туристическом форуме «Открытый Крым» А также покажем, как наши призывники отправятся служить на материк Об этом и не только Смотрите, не переключайтесь Конечно, не будем переключаться Вернее, сейчас мы уже скоро освободимся И подключимся к рядам телезрителей Будем следить за новостями Спасибо за такой рассказ И хорошего, бодрого дня И, конечно, хороших только вам новостей Ну, а время нашего эфира уже подходит к концу Мы вынуждены с вами попрощаться Напомню, что два часа для вас работали в прямом эфире Стефан Филатов и Антонина Шитова Но не стоит расстраиваться Мы с вами увидимся завтра с 7 до 9 по будням Смотрите программу «Утро нового дня» Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»